В то время пришел Иисус с пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом Сиропеникьянка, и просила его, чтобы и знал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали очень удивительный рассказ о том, как Господь наш Иисус Христос исцелил дочь некой Сиропеникьянки. Эта женщина была родом из Финикии, страны, где процветал один из самых мерзких и жестоких религиозных культов античного мира. Чтобы задобрить богов, финикийцы бросали в печь раскаленного медного чудовища своих собственных детей. Так они ублажали бесов и покупали у них себе покровительство. Если посмотреть на историю с Сиропеникьянкой на общем евангельском фоне, мы увидим, что этот эпизод – один из самых необычных в жизни Иисуса Христа. Тир находился приблизительно в 60 километрах к северо-западу от Капернаума. Название Тир значит «скала». Город назывался так потому, что был построен на удаленных от берега двух больших скалах, соединенных между собой дамбой. Тир был одним из крупнейших естественных портов Древнего мира. Этот город был не только знаменитым портом, но и знаменитой крепостью. Моряки из Тира и Сидона первыми научились плавать по звездам. А Сидон находился в 40 километрах от Тира и приблизительно в 100 километрах от Капернаума. Хотя финикийские города и входили в состав Сирии, все они были совершенно независимы и соперничали между собой. У них были свои цари, свои боги, они чеканили свою монету. Таким образом, отсюда вытекает чрезвычайно важная новость. Господь пришел в языческую страну. И женщина, серафиникиянка, просит Христа помочь ее дочери. На просьбу женщины Господь отвечает, что нехорошо отнять хлеб у детей и бросить его псам. На первый взгляд, это высказывание кажется грубым. Для иудея слово «собака» было символом нечистоты. Этим словом иудеи презрительно называли язычников. Таким образом, «собака» было словом оскорблительным. Как же тогда объяснить здесь его употребление Христом? Дело в том, что в речи очень многое зависит от интонации. Можно сказать обычные приятные слова с грубой интонацией и тем самым обидеть человека. А можно, наоборот, сказать, казалось бы, нечто обидное, но с любовью в голосе. Именно таким образом Господь сказал свои знаменитые слова в серафиникиянке. И далее, по ее ответу, мы видим, что она не обиделась на обращение Христа. Господь пришел для спасения всех людей. Причем миссия спасения должна была начаться с Дома Израилева. Однако этот дом сам отверг возможность своего спасения и этим открыл путь к спасению для всех народов. Именно это поняла серафиникиянка и потому обратилась ко Христу, чтобы он исцелил ее одержимую бесом дочь. Женщина-язычница поняла, что Христос – тот чудотворец, который может дать ей то, чего она хочет. При этом вместе с верой она проявила настойчивость, чего, к сожалению, очень часто не хватает современному человеку. Святитель Василий Великий отмечает, прося того, что достойно Бога, не переставай просить, пока не получишь. Пусть даже пройдет месяц, год или несколько лет, ты не отступай, непрестанно делая при этом добро. А святитель Иоанн Златоуст дополняет, да будет нашим всегдашним делом прилежать в молитве и не унывать при медленности нашего услышания Богом, но являть при этом терпеливое благодушие. Почему женщина-серафиникиянка получила от Господа просимое? Потому что просила со смирением. Она, конечно же, могла обидеться на слова Христа Спасителя, но для нее было важным исцеление собственной дочери, а не личные амбиции. Ее цель была достигнута. Придя в свой дом, она нашла, что бес вышел и дочь лежит на постели. Взирая на веру женщины-язычницы, которая обратилась ко Христу за помощью и получила желанное, мы должны помнить, что в нашей духовной жизни также очень важна эта добродетель. Ведь именно вера, по словам святителя Игнатия Кавказского, открывает человеческой душе ее главное сокровище – Бога. Субтитры создавал DimaTorzok